Привет-привет, с вами Алена, и я знаю, вы очень ждали это видео. Помните мои типа американские ногти? Ногти, сделанные в стиле американских мастеров, очень длинные, очень красивые и не очень практичные, как выяснилось, потому что я ударилась сильно большими пальцами, в связи с этим я решила через какое-то время спилить длину, потому что подумала, что ходить у меня так не получится. А так как я наклеивала типсы на базу, это вы можете, кстати говоря, посмотреть в моем видео, я ссылочку здесь оставлю. Ну так вот, надо понимать, что ногти мои были из пластика, хоть и приклеены на базу. Держались они вполне нормально, но ввиду такой критичной огромной длины, конкретно вот этот большой палец, я шандарахнула, и он у меня стал отходить, это было неприятно. Кстати говоря, мой указательный. Я вообще не думаю, что эти ногти продержатся, поэтому свою длину не убирала, а у меня, кстати говоря, палец-то клюет. Ну, в общем, решила я все же выпилить, опилила форму покороче, и жить стало намного легче, и так я проходила еще несколько дней. Вот такие вот ноготули у меня получились, но ходить с ними я все равно не смогла, потому что палец продолжал отходить, ведь я его уже достаточно сильно ударила. И теперь я буду снимать этот самый ноготь, и я покажу, как это выглядит в разрезе, если можно так сказать. Короче, наш слоеный пирожок выглядит вот таким вот образом. Цвет белый — это типса, остатки предыдущей базы, которые оставались на моем ногте, ну и, собственно говоря, самый натуральный ноготь. Для тех, кто говорил, что они слишком тонкие и не будут держаться нормально, просто не нужно было никуда впечатываться, как это сделал я. Вообще, надо всегда понимать, что длина, она обязывает к тому, чтобы ходить очень-очень аккуратно. Вот он. Посмотрите, какая толщина. Даже многовато, я бы сказала, но это по причине того, что я просто не сняла предыдущее покрытие. Но, как вы все помните, в предыдущий раз, еще раз посмотрите видео, я приклеила эти типсы не на клей, я приклеила, я приклеила их на базу. Я взяла каучуковую базу, использовала ее вместо геля и засветила. Но до этого я положила туда базу от лака, простой лак, который сохнет на воздухе. Я нанесла его два слоя, и благодаря этому вот таким вот ужасным методом я могу позволить себе снять ногти. Это кажется очень больно, это и выглядит, честно говоря, не очень. В общем, смысл в том, что нужно замочить апельсиновую палочку, намочить ноготь жидкостью для снятия лака, и тихонечко поддевая туда, внутрь, чтобы попадал от стон. Но, честно говоря, я не советую такое делать, так себе приемчик. Это было просто ради того, чтобы ногти потом снять отравматично и безболезненно. Мне сейчас не больно, но такое лучше не повторять, потому что я даже лак прозрачно носила специально с затеком на кутикулу, чтобы это было можно аккуратно снять. Как видите, весь мой ноготь абсолютно на месте с предыдущей базой, даже несмотря на то, что у меня здесь был удар и была уже отслойка от кутикулу. В общем, вот он мой ноготочек. Все живые, все здоровые, никто не пострадал. И таким же образом я сняла все остальные ногти. Но пока мне повторять эту манипуляцию совсем-совсем что-то не хочется. Все-таки длина. Это неудобно. И лучше я под Новый год с коротким похожу. Все-таки работы много. Ну, в общем, я вам все показала. Пока-пока. С вами была Алена.